Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешен. Аминь. Сторый четвертый. Первое послание к Арифинам, 14 глава, 24-25 стихи. Но когда все пророчествуют и войдет кто не верующий или не знающий, то он всеми обличается, всеми судится, и таким образом тайный сердце его обнаруживается. И он пойдет вниз, поклонится Богу и скажет, истинно с вами Бог. Вот кажется, оттолковать нечего, а этого нету в православии. Отстоял, ушел. На занятиях у нас было, люди заходят, и тайные вопросы Бог открывает. Я отвечаю на капитале, ставлю и понятия даже не имею. У меня было тогда, зашло 5 или 7 вопросов. И вдруг вы на меня посмотрели и стали отвечать в том порядке, в котором вопросы у меня были. Как? Никто не ответит как? Бог делает. Толкование блаженного филакта. Видишь ли, как пророчество полезнее, как оно, открывая тайны сердечные, заставляет неверующего признать, призвать Бога, подать ниц и поклоняться, и исповедовать истинно с вами Бог. Подобное совершил Бог и с Навуходоносором. Ибо когда Даниил открыл ему значение сна, он сказал, истинно Бог ваш есть Бог, открывающий тайны. Даниила 2 глава 47 стих. Познай отсюда значение того, что сказано выше, откровением. Стих 6. Ибо вот откровение, один из видов пророчества. Заметь и то, что Дух есть Бог. Ибо говорит, истинно с вами Бог. В пророках же, несомненно, действует Дух. Ибо выше 12 глава 10 и 11 стихи так сказал, что пророчества даются Духом. Первое послание к Коринфянам, 14 глава, 26 стих. Итак, что же, братья, когда вы сходитесь, и у каждого из вас есть псалом, есть поучение, есть язык, есть откровение, есть истолкование, все седа будет к назиданию. Толкование. В древности псалмы составляли по дарованию. И на учительство подаваем был дар. Откровением же называют пророчество, давая роду имя вида. Упоминает и о даре языков, дабы не сочли этот дар совершенно презренным и не входящим даже в ряд дарований. Все это, говорит, пусть бывает к назиданию, ибо отличительное свойство христианина назидать, приносить пользу. Как же мог назидать, приносить пользу, тот, кто имеет один только дар языков? Так, если он сойдется с имеющим дар истолкования, то они будут проявлять свои дарования в союзе. Первое послание Коринфянам, 14 глава, 27 стих. Если кто говорит на незнакомом языке, говорите двое, или много трое, и то порознь, а один изъясняй. То есть за все богослужения два или три, у кого языки проверять не надо, горгатят все вместе, как гуси, когда гонишь, они га-га-га-га-га, все вместе. И ни разу, нигде не встречал, чтобы придерживаться вот этого пункта. Валя Барышникова с одной идет, она девчонка, на вокзале говорит, ты могла бы сейчас вот на языке говорить? Она говорит, конечно. Ну попробуй, ты говоришь, нельзя, тогда мне не остановиться, милиция тут заберет и все. То есть она остановиться уже не может. Явное дело, что это бесовщина. Все эти языки, все это ложь, это фальш от сатаны. Флакование. Грамматику русского языка не может выучить даже. Я не возбраняю говорить на языках, но чтобы это было не без истолкования. И пусть немногие говорят на языках, дабы не произошло смешение и беспорядка. И то порознь, то есть преемственно. Но во всяком случае должен быть истолкователь. 1 Коринфянам 14 глава 28 стих. Если же не будет истолкователя, то молчи в церкви, а говори себе и Богу. Это абсолютно не выполняется. Вот в Новосибирске были его Леня звать. Сейчас я ее не знаю, она как-то Надя или кто. И вот она, фатер, 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 мутер, 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 уйди, 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 приди, 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 приди. Мы говорим, ну какой, да я уж говорил ей, он пресвитер как бы, и то другое. Беснование, буйное беснование. А теперь это уже мало было. Сатана переводит в новый формат. Харизматы. И вот они там хохочут, это святой смех. И вот она падает, кричит, валяется, и дальше она на поводке его ведет, на четвереньках идет домой, как собаку ведет, и все, Богу. Больше насмешки сделать нельзя, ничего не видит. Крайне невежественное. Вот пишет, я уже повижу, в одном слове по три ошибки, в слове, не в предложении. И говорить не может, она ее трясет вот так вот, деревенская приехала, деревни у нас вообще не было, там староверы были, а тут приехала, а Бога знаете, а сама в трусах. Она не понимает совершенно ничего, потому что сатана издевается. Где вера настоящая, там целомудрие, там одеяние, ну так как положено, глянь на иконы, это ничего нету, нету. Она в мужскую одежду залезет, и не понимает, и фотографируется в этом, в штанишках своих. А что дух, дух этот, который в ней сказал, обязательно начинает что-то исцелять, махать руками, пасы какие-то делают. Никогда так не было, никогда церкви Христовой не было. А как? Мазал священник, болен, вот призовет присвятеров, специальное масло, ну порядок был, соборование вызывалось, все фальшь. Ересь, никаких конфессий, никаких динаминаций нету. Я вчера говорил, ересь пять, пять букв ересь, и динаминации, и конфессия, двадцать, с четырех сторон, по пять букв. Для того интересно, ровно, обложился сатана. Так можно разоблачить его, пошел. Толкование. Если не будет иметь истолкователя, пусть не говорит в церкви, дабы не показаться чужестранцем, произносящим непонятное и неразумительное для многих. Если же будет настолько тщеславен, что не захочет молчать, то пусть говорит себе и Богу, то есть без шума и тайна, про себя, так, чтобы слова его были слышны, одному только Богу, а не людям. Главное, пристили на какая тщеславие. И вот приходят, а ты языки имеешь. На одном языке разговаривать не могут, по-русски не умеют, а какие-то языки. Особенно насмеялся Алекс Тиняев. Рассказывает, пришел там где-то, а он занимался еврейским языком. Не то, что он знает его, даже Александр Минь-то не знал. Ну и я в конце решил прочитать заупокоенную молитву по-еврейски. Эх, как они, родной брат пришел и обязательно толковать, или одна пророчица и стала толковать. Вот такой-то у нас пресвитера, пресвитеры там, ну и проще, чтобы назад баптисты не возвращались. Он и объясняет, да это, говорит, молитва такая. Нет, уже все. Его уже они не слушают. Это бесполезное дело. Понимаете и как? И если молится, то он, кажется, рассказывал, пришел в собрание у них, и говорит, да, поговорили, какую верующую. Это вы знали, встречали верующего. Он православный. Вот приходит и меня называет где-то. А нам сказали, если он будет говорить, вы сразу поднимаетесь и уходите, иначе вы примете это лжеучение от него. Но мы с мужем поняли, что это он, и подниматься и не могли со скамейки подняться. Вот он глянул на нас, и мы как вросли в скамейку, как зои на стояние, ну только заднице вросли в скамейку-то. И все. И рассказывает это. А он-то, я говорю, знаю, а еще речь о ком идет-то. Нет, вот так было. Мы из другого города были, он посмотрел на нас, и мы до конца так и сидели. Уйти уже не могли. Вот видишь, как вот зумби, там вообще-то слова, то есть неверующие. Я в любом месте могу встать и уйти, даже не подходить, замолчать, на месяца ни одного звука не издать, а здесь нет, его рвет изнутри, сатана рогами, копытами бьет. Если же будет настолько тщеславен, что не захочет молчать, то пусть говорит себе и Богу, то есть без шума и тайна, про себя, так, чтобы слова его были слышны и одному только Богу, а не людям. Смотри, казалось, как казалось бы, дозволяет, а между тем запрещает. То есть вот эта писятическая харизма, это полностью не божественное. Это самое слабое выражение еще. И вот обязательно начинает хлюпать или фухать или еще что-то, звук какой-то издавать один. По собачьи, лают, лают. Зачем? А это вот так, это ангельские языки. По хошащими учат. Ну, что тут непонятно-то, ну, дьявол, сатанизм. То, что ушли от церкви. В церкви разве было такое, даже не сказать? Ну, были такие, называются там, они приходят, начинают как бы юродствовать, и вот. А священник один сразу поставил парней, дал плеть, и говорит, как только есть такая, выносите, выводите их и парите. А то они нельзя, и нельзя, говорит, отпороли одну, другую, а остальные перестали, больше не было. Все. Это еще дореволюционное. Первое послание к Коринфянам, 14 глава, 29 стих. И пророки, пусть говорят, двое или трое, а прочие пусть рассуждают. Толкование. Между пророками укрывались и волхвователи. Посему говорит, пусть прочие рассуждают о них, дабы не укрылся в тайне как-нибудь волхвователь. Ибо как выше, 12 глава, 10 стих, сказано, что был дар и развлечения духов для распознания ложных и истинных пророков. Повелевает пророчество двоим или троим для соблюдения благочиния и для того, чтобы во множестве не укрылись волхвователи. А я не всегда одного. Интересно, при свитере, я в Риге был, молились, он вот так вот увидит, мы посторонние, они как загарготали и не остановить, он вот так, который там стоит, локтем, ткнул и все как будто бы проткнуты, все перестали одновременно. То есть тоже тренируется, показывает, мне это очень хорошо известно. 1 Коринфянам, 14 глава, 30-31 стихи. Если же другому из сидящих будет откровение, то первый молчи. Не в жизнь, никогда не исполнить это. Ибо все один за другим можете пророчествовать, чтобы всем поучаться и всем получить утешение. Толкование. Здесь научат благочинью и смиренно мудрию. Когда говорит, дух возбуди другого, ты первый, молчи. Ибо если бы духу угодно было, чтобы ты говорил, то все один за другим можете пророчествовать. То есть не печалься, ибо можешь и ты, и другой, и все пророчествовать поединочке и преемственно. Ибо это дарование не ограничивается одним только, но подается всем, дабы вся церковь получалась и получала поощрение к добродетелю. Боженов и Филак толкует, а этого не было уже с третьего века. Уже не было. Он говорит это, теоретизирует. Ничего этого уже церкви не было. Не было. Просто проповедник выходил, считал там заранее написанное проповедь. А во время златоуста вообще не было, не было. А эти решили возобновить сами, своими силами. Ну а сатана тут и куролит. Первое послание Коринфянам, 14 глава, 32 стихи. И духи пророческие послушны пророкам. Толкование. И это в утешение тому, которому повелел молчать. Слова эти имеют такое значение. Не возражай, не противься. Ибо сам дух, то есть дарование находящееся в тебе и действие духа находящееся в тебе, повинуется дарованию другого, возбужденного пророчеству. И если дух повинуется, то тем более ты сам, получивший духа, не должен возражать. Некоторые же понимали так. Языческие прорицатели, если раз овладел ими бес, хотя бы и хотели, не могли молчать. Боже, ну я тебе про это рассказываю. Она не может молчать, не могу, говорит, остановиться. А наши святые пророки не так, но от их воли зависит молчать или говорить. Это и значит слова духи пророческие, то есть дарование, послушный пророкам и воле пророков молчать и не молчать, дабы имеющий это дарование не сказал. Как я по твоему повелению могу молчать, когда я говорю от побуждения от духа? Говорит, что дух сей, побуждающий тебя, повинуется тебе и в твоей уже власти состоит молчать, и потому на духа не ссылайся напрасно. То есть практически ни разу мне не приходилось встретиться, чтобы они подчинялись вот так двое или трое, нет толкователей молчи, нету, бесполезно. И все это откровение. Мы были там, я не знаю, это в Тальминке или где, и вот, ну там немного их было, всего сколько там человек, может 12, 13, и вот, ну видения может кому-то были откровения, да, было, бабушка голову опустила, и что же ты, сестра, видела? Ну я видела вот хор, а хор там два человека или три, вот один там в углу вверху, а другой в этой стороне, то есть хотя мало, но видений у Бога это много. Туда и сюда показал, и опять смиренно голову опустила, все, вот видишь, какое было откровение, нас мало, а на самом деле нас много. Вот. Такого встречал один, и ему открыто было, что ноги мыть обязательно надо перед вечером, какая вечеря-то, когда священства никакого нет, ну выдумка все, мыть обязательно ноги, они тазики приносят, как в баню с тазиками, я говорю, и как? Ну а другие говорят, не надо, я говорю, а ты почему уверен-то, он сидит на вокзале, на вокзале, на улице тут парапет такой, ну я его знаю, подошел, я говорю, и кто не тебе поверил? Никто, одна жена, а потом она отошла, и сейчас один, но я им не покорюсь ноги вымыть, я всегда с тазиком, дескать, прихожу, и все, уже отделился, уже отдельно, это святой остаток эквадвентистов, ну что, дурь одна, дурь. Первая Коринфина, 14 глава, 33 стих, потому что Бог не есть Бог не устройство, но мира, так бывает во всех церквах у святых. приехал Молчанов Николай Местерович, и к ним зашел, и немножко только сказал, как она соскочила, это пророчество, а если пророчество, разрешается все, и главное, сразу же поднялась на пресвитера, вот, у тебя, ум, ум, картонный, 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 вот, а это вот пресвитер будет, но он не стал противиться, он говорит, вывел меня в сене, спрашивает, ты откуда, он говорит, отсюда, ты хочешь пресвитером, он с одной ногой, да какой из меня пресвитер, нет, ты должен согласиться, пророчество сказала на тебя уже, я уже не пресвитер, ты, вот, это вот сам приехал, все рассказывает, приезжал один, говорит, его дух говорит, в горы идите, в горах надо написано, помышляйте о горнем, на туман такой был-то, и вперед по одному, вперед по одному, а дальше ущелье пропасть, и он их всех, сколько было, всех спустил туда, и осталась одна девчонка, и она как-то тайно сумела, задом, 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 держалась за кустики, за траву, и пришла, и тогда рассказала, что с ними было, ну, повел их всех, сбросил в пропасть, все, в другом месте, говорит, а так вышел, и пресвитер, говорит, нечего, расцветали яблони и груши, поплыли, туманы над рекой, запел, с капитры сошел, и куда пошел, в стенку уперся, то есть сумасшествие, и сильно разве дух блудодеяния, измена в семьях, ну, дух блуда, это только то, что непосредственно встречался сам, и видел, толкование, показывает, что и Богу так угодно, чтобы первый молчал, потому что Бог, не есть Бог, не устройство, и беспорядка, а беспорядок будет, если никто не молчит, а все пророчествуют, но мира, все мир соблюдается во всех церквах у святых, а это не церкви и не святые, вот в чем дело, там скачут, а Давид перед ковчегом скакал, ну, где у вас ковчег-то, ковчега никакого нету, Давид был избранник, царь, пророк, а вы-то кто, шпана подзаборная, я ей рассказываю, на дом пришли, она учительница работает, она вышла и подскакивает, садится сама в этих трусах, уж не говоря, чтобы она мужа там как-то прочитала, она ничего не знает, одержимое, это совершенно бесовское учение, у святых, то есть верующих, ибо есть церкви эллинские и греческие, постыдитесь и вы вести себя иначе, нежели как ведут себя все церкви, нет, они бесстыжие, 1 Коринфянам 14, глава 34 стихи, жены в ваших церквах, да молчат, ибо не позволено им говорить, а быть в подчинении, как и закон говорит, ну это абсолютно никак, без платка, и у баптистов везде выходит, она, майор там бегает, говорит, чтобы женщина была, да в платке, а чего захотел-то, ну закройся, чтобы ни одной волосинки-то не было, не сделать это, или мужчина, чтобы был застегнут, и без галстов, не сделать, то есть сатана делает метку, шельму метит, и показывает, что масонское отродье, а там масоны все изобретают, секты и прочее, динаминации, конфессии, повторяю, нет этих слов в Евангелии, нет, есть ересь, и сатана прикрыл этими словами, а какой вы динаминации, никакой, я православный, святой православной церкви, а кому вы там, патриарху, какой бы ни был патриарх, он поставлен на это дело, и он благословен у Бога. Толкование. Указав хороший порядок всему, что касалось дара языков и пророков, именно, чтобы немногие пророчествовали, и оттоле не происходило бы замешательства, и не устройство, теперь уничтожает беспорядок, происходивший от жен, и говорит, что они должны молчать в церкви, потом говорит нечто большее, именно, что им прилично быть в подчинении. Вот у нас это соблюдается, даже шепотом не разговаривают, иногда в искушение батюшка вводит их, что-то спросит, она заговорила, не говори батюшке, выйди в коридоре, стой, жди его, это большой труд был сделан, ни шепотом, ни одного слова, все. Ибо подчинение означает молчание от страха, как это бывает в рабынях. Законом же называют книгу Бытия, в которой написано, к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою. Бытие 3 глава 16 стих. Если же жене определено быть подчинением у мужа, тем более у духовных учителей в церкви. Этого абсолютно сектантов нет. Нет никаких. Бесполезно. Уже, как протестанты, мужика на мужике венчают, и садом. Гаморра. 1 Коринфянам 14 глава 35 стих. Если же они хотят чему научиться, пусть спрашивают о том дома у мужей своих, ибо неприлично жене говорить в церкви. Толкование. Чтобы не сказал кто-нибудь, если они не будут говорить, то как научиться тому, чего не знают? Отвечают, что они дома должны учиться у мужей своих. Это сделает их оскромными, а мужей более внимательными, так как они должны будут слышанное имя в церкви точно передать женам по их вопросам. Вот так. Заметь же, что женам не позволено в церкви говорить даже о предметах необходимых и душеполезных. Быть может, они красовались духовными беседами в церкви, а он, напротив, говорит, что это для них бесславно и постыдно. 1 Коринфянам 14 глава 36 стих. Разве от вас вышло Слово Божие, или до вас одних достигло? Толкование. Речь обращена к кому-то, как бы возразившему ему. Что говорит вы противитесь, и не признаете хорошим, чтобы жены молчали в церквах? Не потому ли, что вы, учители, и от вас проповедь перешла к прочим? Ужели вера утвердилась и у одних вас, и вы не должны принимать то, что принято другими. Вы верующие, но не первые, не единственные. Посему и вы должны охотно принимать то, что угодно Вселенной. Ленской церкви, а не секта, которая возникла ересь, без году недели, и теперь на это держатся полностью. 1 Коринфянам 14 глава 37 стих. Если кто почитает себя по пророкам или духовным, тот да разумеет, что я пишу вам, ибо это заповеди Господни. Толкование. К концу поставил то, что сильнее всего. Именно. Что так повелевает через меня Бог, и это, несомненно, признает тот, кто у вас почитается пророком или имеющим иное какое-нибудь духовное дарование, например, дар знания. 1 Коринфянам 14 глава 38 стих. А кто не разумеет, пусть не разумеет. Толкование. То есть я сказал, кто хочет, тот поверит. Такое-то он речи показывает человека, не свое желание старающегося исполнить, но имеющего в виду общую пользу. Так обыкновенно поступает Павел тогда, когда не очень нужно противоречить. Ибо какая нужда Павлу противостоять и убеждать, что слова его суть заповеди Божией, когда он говорит своим ученикам и сказал уже, что кто духовен, тот признает их божественность. Очевидно, что все поспешат назвать их божественными, дабы показаться духовными. 1 Коринфянам 14 глава 39 стих. Итак, братья, ревнуйте о том, чтобы пророчествовать, но не запрещайте говорить языками. Толкование. Поговорив о дарованиях, вставил слово о женщинах. Теперь опять говорит о дарованиях. И дару пророчества дает первое место. 1 Коринфянам 14 глава 40 стих. Только все должно быть благопристойно и чинно. Толкование. Как бы сразу все исправляет, и то, что касалось говоривших на языках, и то, что касалось жен, говоривших в церкви, и вообще все, что у них происходило, не в порядке. Благопристойно же и чинно будет все тогда, когда говорящие на языках будут говорить с истолкованием, а не как беснующиеся, когда пророки будут друг другу уступать, когда жены будут молчать. Видите, что беснование сразу другое. И вот такой порядок, кто бы ни заходил, заметит порядок у нас в общине. Полный, абсолютный порядок. И зашли тишина, ни шепота, ни переходов никаких. Не выходите. Опоздал, стоит в притворе. 1 Коринфянам 15 глава 1 стих. Напоминаю вам, братья Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в которое мы утвердились. Толкование. Переходит к учению о воскресении, которое составляет основание нашей веры. Ибо если нет воскресения, то и Христос не воскрес. Если же Он не воскрес, то и Он не воплотился. И таким образом вся наша вера исчезнет. Поскольку такие колебания были у Коринфян, ибо внешние мудрецы готовы принять все, только не воскресение, то Павел и подвизается за воскресение. Весьма мудро он напоминает им о том, что имя уже принято за веру. «Ничего, говорит, странного я не говорю вам, но даю вам знать, то есть напоминаю о том, что уже было вам сообщено». Но позабылось. Назов их братьями, отчасти смирил их, отчасти напомнил им то, от чего мы стали братьями, а именно от явления Христа во плоти, в которое могли перестать верить, и от крещения, которое служит образом погребения и воскресения Господня. Именем Благовествования также напомнил о тех бесчисленных благах, которые мы получили через воплощение и воскресение Господа. Не сказал, которые вы слышали, но которые вы приняли, ибо они приняли его не по слову только, но и по делам и чудесам. Сказал так и для того, чтобы убедить их содержать оное, как давно принятое. Давно принятое от апостольских времен православной церкви так все и содержится. А это новинка, что они делают сектанты. Первое послание к Арифинам, 15 глава, 2 стих. В котором и спасаетесь. Если преподанное, удерживайте так, как я благовествовал вам. Если только не тщетно, тщетно уверовали. Толкование. Хотя не колебались, однако говорит, что устояли в нем, он намеренно представляется незнающим и предупреждает их, чтобы не могли отрицаться, хотя бы и очень пожелали того. Какая же польза от того, что стоите в нем? Та, что вы спасаетесь. Говорит как бы так. О том, что есть воскресение, я ничего не сообщаю вам, ибо в этой истине вы и не усомнились. Но может быть, вам нужно знать то, каким образом будет воскресение, о котором я благовестил вам. Об этом-то, то есть о том, как будет воскресение, я и говорю вам теперь, чтобы словами вы утвердились, не сделать их беспечными. Говорит, если вы утвердились, если вы удерживаете, если только не тщетно уверовали, то есть если вы не напрасно называетесь христианами, ибо сущность христианства заключается в учении о воскресении. Первое послание Кориффина, 15 глава, 3 стих. Ибо я первоначально преподал вам, что и сам принял, то есть, что Христос умер за грехи наши, по писанию, толкованию. Так как учение воскресений очень важно, то я преподал оное первоначально, ибо оно есть как бы основание всей веры. То есть вот отсюда Пасха, а не Рождество, главный это праздник. Принял же оно и я, то есть от Христа. Посему, как я содержу оное, так и вы должны содержать. И как вы приняли вначале, то ныне вы не правы, когда усомнились, хотя на время. Эти слова, очевидно, принадлежат самому Христу, говорившему через Павла. Поскольку манихеи будут впоследствии говорить, что Павел смертью называет грехи, а воскресением освобождение от них, то ему угодно было всеми словами заранее обличить их. Так, Христос умер. Какой смерти? Без сомнения телесной, негреховной, ибо Он греха не сотворил. Если же они не постыдятся сказать, что и Он умер смертью греховной, то, как сказано, что Он умер за грехи наши. Ибо если Он и был грешник, то как Он умер за наши грехи? Весьма ясно поражает их и всем замечаниям по Писанию, ибо Писание везде приписывает Христу эту телесную смерть. Так говорится, «Пронзили руки мои и ноги мои» Псалом 21 стих 17, и еще «Воззрят на того, которого пронзили» Захария 12 глава 10 стих, и еще «Он извязлен был за грехи наши, за преступление народа моего Он идет на смерть» Исаии 53 глава 5-8 стихи. Так, еще. Так, полчаса или больше читаем. 1 Коринфянам 15 глава 4 стих. «И что Он погребен был, и что воскрес в третий день по Писанию». Толкование. «Итак, Он и тело имел, ибо погреб погребается тело». Слова же по Писанию не прибавил ни потому, что гроб был всем известен, или потому, что слово по Писанию относится ко всему вообще. Где же Писание говорит, что Он воскрес в третий день? В прообразе Ионы, и прежде всего в Исааке, который в три дня сохранен живым для матери, и не был заклан, и в весьма многих иных прообразах. Так же в словах Исаии «Господь хочет очистить его от язвы, показать ему свет». В словах Давида «Не оставишь души моего ади» Псалом 15 стих 10. Ну что, опять. Останови. Потом хорошо смотри, когда...